Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию вебкастов, посвященных администрированию CentOS. Сегодняшний вебкаст будет посвящен начальной настройке CentOS 5.5 и именно этим вебкастом я планирую завершить основы CentOS 5.5. Наша серия вебкастов посвящена администрированию CentOS, то дольше задерживаться на основах уже смысла нет. С момента прошлого вебкаста у нас вышла новая версия CentOS, это CentOS 5.6. Презентацию я готовил еще до ее выхода, поэтому исправлять не стал. По сути, все то, что мы видели до этого, можно будет использовать в CentOS 5.6. Для того, чтобы обновиться до CentOS 5.6, достаточно подать на систему интернет и автоматически все обновления будут загружены. Но мы в процессе посмотрим, как это сделать сегодня. Состоять будет наш сегодняшний вебкаст из двух частей. В первой части мы разберем начальную настройку при помощи графических утилит, соответственно, в графике. Ну а во второй части уже посмотрим на то, как это сделать, если вы работаете в текстовом режиме. Итак, первый сценарий, первая часть. Мы сейчас рассмотрим 6 настроек. То есть будем настраивать клавиатуру, языковые параметры, дату, время, сетевые интерфейсы, графические параметры. Ну и настроим печать. Что ж, все довольно просто. Начнем с самого простого. Это настройка клавиатуры. По сути, все эти настройки, по-моему, за исключением графических настройок и печати, вы видели в момент установки. Но такое бывает и довольно часто, что во время установки всех нюансов не предусмотришь и необходимо что-то исправить. Ну, довольно легко и просто. Можно вызвать те же самые утилиты уже после установки. Итак, войдем на систему. Можно вызвать System Administration и здесь выбрать Keyboard. И вызовется вот этот самый. Это окошко, в котором можно выбрать клавиатуру. Скажем, давайте поменяем на русскую Win. Окей. Вот, довольно просто. По аналогии, это же можно сделать из окна терминала. Для вызова той же самой утилиты можно использовать следующую команду System Config Keyboard. Пожалуйста. Вот мы уже переключены на Russian Win Keyboard. Окей. Следующая утилита, которая тоже бывает требуется, это Language Selection или настройка языковых параметров. В данном случае мы выбираем язык для нашей системы. Нас вполне устраивает английский, но если вам потребуется поменять ее на какой-то другой, то это можно легко сделать при помощи System Config Language. Пожалуйста. Вызывается эта утилита. Также к ней есть доступ из меню. Довольно просто. System Administration Language. Вот, ничего сложного нет. Все легко и просто. Следующее меню, которое вам может потребоваться. Это утилита, это настройка даты и времени. Здесь все еще проще. По аналогии есть, разумеется, вызов при помощи System Config. System Config Date вызывает графическую утилиту, в которой можно поменять дату и время, если необходимо. Включить синхронизацию по NTP, Network Time Protocol, можно добавить какой-то сервер. И в данном случае операционная система будет пытаться соединиться по определенному порту с серверами, указанными в списке. И синхронизировать время системы с тем временем, которое распространяет этот NTP сервер. Понятно, есть порядок, в котором они пытаются соединиться. Но сейчас у нас интернета нет, поэтому и включать NTP нам нет необходимости. Ну и если у вас портативный компьютер, или еще по каким-то причинам вам необходимо сменить. Например, мы сейчас находимся в Омске. Например, если мы хотим сменить ее на Москву. Пожалуйста, вот, Москва. В Западной России, пожалуйста, легко можно поменять на Москва. Ну, так как мы в Омске, предпочтую здесь и остаться. Вот так вот это все делается. Ок. Эту же самую утилиту можно вызвать из System Administration Date and Time. Пожалуйста. Она же. Следующее меню для нас уже имеет большее значение. Это настройка сетевых интерфейсов. Ну и она, помимо настройки сетевых интерфейсов, представляется возможность еще настроить некоторые вещи. Итак, перейдем на CentOS 01. Понятно, что можно получить доступ из System Administration Network. Вот это утилита. Есть у нас наш девайс. Ethernet 0. Есть оборудование. Возможность соединения через IPsec туннели. То есть, некоторые VPN соединения. Настройки DNS. В данном случае у нас в сети нет DNS сервера, который бы разрешал наши имена в IP. Поэтому здесь они отсутствуют. Ну и файл hosts делает очень просто. Если у вас нет DNS сервера и есть N компьютеров, к которым бы вы хотели получить доступ, то можно использовать его. Работает по простому принципу. Создаем новую запись. Давайте посмотрим, какой у нас IP сначала. У нас 172.30.02. Давайте создадим фиктивную запись. На 172.30.03. Там никакой машины нет. Ну, пусть, к примеру, это был бы, скажем, CentOS 0.2. И с алиасом, скажем, пусть это был бы веб-сервер Apache. Алиас Apache. Окей. Создали мы такую запись. Сохраняем. Нам сообщают, что наши свойства были сохранены. И выполним простую команду ping. Пожалуйста, ping не пойдет, потому что хоста физически нет. Но разрешение имени в CentOS 0.2, в 172.30.03, то, что мы указали, оно есть. Ну и по аналогии можем пинговать Apache. Пожалуйста, разрешение имени срабатывает. Но ping, разумеется, не идет, так как хоста нет. Точно так же вы можете приклеивать алиасы и к существующим машинам, для того, чтобы называть их как-то проще. Все довольно просто. Вызвать утилиту конфигурирования сети можно также и из командной строки при помощи System Config Network. И давайте попробуем переключиться в другую сеть, не в той сети, в которой мы сейчас изучаем CentOS. А в той сети, где у меня присутствует интернет. И зададим, соответственно, конфигурацию IP-адреса. Нажмем Edit. И, скажем, получим все настройки автоматически через DHCP. Roll, Device, все оставим по умолчанию. Автоматически будем получать информацию о DNS. Укажем свое имя хоста. Это будет по-прежнему CentOS 01. Ок. Сохраним настройки. Остановим наш интерфейс и активируем его. Закроем утилиту настройки сети. При помощи командочки ifconfig посмотрим на наш IP-адрес. Вот такой вот у нас IP-адрес получился теперь. Мы можем пинговать адреса в интернете. Скажем, пропингуем мой блог. Пожалуйста, пошел пинг на вот такой вот IP-адрес. Ну и, соответственно, раз у нас есть интернет, мы можем получать обновление. Application, System Tools и здесь выбираем Software Update. Вот такой вот список обновлений. До CentOS 5.6 я уже обновился. Когда вы будете, если вы будете обновляться с CentOS 5.5 до CentOS 5.6, обновлений будет больше. Ну и если обновление требует перезагрузку, то соответствующий значок в виде двух стрелочек будет отображаться на том, какое обновление требует перезагрузку. Если для вас остановка сервера или машины в данный момент невозможна, то галочкой можете скидывать эти обновления. Сейчас мы применять обновление не будем, так как процесс небыстрый. И давайте вернем наши настройки сети при помощи тлиты по настройке сети. Ну, вот здесь она у нас открыта. Во-первых, удалим нашу запись CentOS 02. Окей. Перейдем к девайсам и откроем Edit. Здесь еще, помнит он старые настройки. Давайте не будем сохранять и заново их просто вобьем, чтобы посмотреть, как это происходит. Выбираем Administration, выбираем Network. Выбираем Edit. И выбираем статистическую конфигурацию. В данном случае наш адрес будет 172.3002. Наша маска будет 26 бит. Ну и шлюзом по умолчанию пускай будет 172.3001. Почему нет? Окей. Задали мы такую конфигурацию. Деактивируем интерфейс, сохранив настройки. И активируем интерфейс, сохранив настройки. Закроем эту утилиту, она нам больше сейчас не потребуется. Ну и при помощи ifconfig посмотрим, что теперь наш IP-адрес. 172.3002. Broadcast 63 адреса и масочка 26 бит. Что ж, продолжим погружаться в начальную настройку CentOS. Следующий момент это настройка монитора. Здесь все довольно просто. Мы, когда устанавливали VMWare Additions, то есть VMWare Tools, то есть это драйвера к виртуальной машине, то задавали во время мастера установки разрешение нам необходимое. Ну, в данном случае можно, если у вас железная машина или ваша виртуализация не поддерживает CentOS, то можно использовать и вот такую вот утилиту. Давайте познакомимся с ней. Итак, Display Settings можно вызвать также двумя способами. либо при помощи System Config Display. Вот эта утилита. Указать какое-то ее разрешение, если необходимо. Указать формат цветов. Ну, в данном случае эти значения у нас не верны, так как мы работаем в разрешении 124868, поддерживает это драйвер VMWare. Можно выбирать тип монитора. Тут их очень-очень много. Ну, и видеокарту можно конфигурировать. Ну, вот она у нас в VMWare Virtual Video Cards. Также, если у вас два монитора, то можно настраивать эти свойства, расширять дисплей на два монитора или зеркалировать, если это, скажем, проектор. То есть это все вам доступно. Итак, окей, настройки были занесены. Также никто не мешает нам вызвать эти настройки из System Administration Display. Пожалуйста. Ну, здесь они, кстати, вернее выглядят. 124868 это оно и есть. Нам сообщают, что изменения были внесены, либо мы должны перезапустить X-сервер, либо перезагрузить машину, что, по сути, то же самое и сделает. Окей. Следующий момент – это настройки печати. Если к вашей машине с центра подключен принтер, то можно его сконфигурировать при помощи утилиты Printer Configuration. Вызвать ее очень легко. Либо System Administration Printing. Вот она у нас пустая. Никаких значений в ней нет. Либо вызвать при помощи System Config Printer. Вот такая вот утилита. Работает очень просто. Тут есть некоторые настройки сервера. Можно выбрать New Printer, указать какой-нибудь, пусть это будет HP LaserJet. Описание. Вот так вот будет вернее. Ну и локация, скажем, IT Room. Далее. Выберем, пускай это будет порт LPT. И здесь уже можно выбирать из множества провайдеров. То есть, скажем так, вендоров принтерных. Выберем HP. Ну и здесь выбирается какой-нибудь принтер. Ну пусть, скажем, это будет 1200 LaserJet. Тут указываются его драйверы. Пускай будет вот этот вот Forward. И применяем. Появился у нас вот такой вот принтер. И у него появляются уже свои настройки. То есть, и те описания и локацию опционально, которые можно было не задавать. Адрес нашего устройства на параллельном порту. Можно сделать наш принтер по умолчанию. Есть некоторая политика. Используем принтера. Можно поправлять доступом. И, скажем, каким-то пользователям дать, каким-то запретить. Стандартные опции печати или принтера. Ну и есть также опции заданий. Тут их тоже навалом. Если необходимо, то разобраться можно. Ну и так как нашего принтера по факту нет, мы его удалим. Окей. Выйдем из этой утилиты. Что ж, я думаю, вот так вот довольно легко и просто. Мы посмотрели 6 опций. Это настройки клавиатуры, языковых параметров, даты времени, сетевых интерфейсов и графических параметров и настройки печати при помощи графических утилит. Теперь мы перейдем ко второй части. Она посвящена настройке при помощи текстовых утилит. И если вы обратите внимание, то настройка принтеров в виде текста утилит нам недоступна. О том, как перейти в текстовый режим, я более подробно расскажу позже. Ну, в самом простом виде вы набираете командочку init3, переходите в третий режим загрузки, в котором нет графического интерфейса. Кстати сказать, здесь видно, что у нас центра собновлен до версии 5.6. Вот так вот просто. Войдем в систему. Вот наша система. И вызовем какую-нибудь из утилит. В частности, начнем мы с настройки клавиатуры. Делается это очень просто. System.config.kboard Там нам выдается сообщение о том, что она будет работать в текстовом режиме. Ну и здесь можно уже настроить нашу клавиатуру. Вот таким вот простым образом, перемещаясь при помощи кнопочек, вы можете настроить клавиатуру. Пускай это будет US International. Ок. Следующая опция – это настройка языковых параметров системы. Как и в предыдущий раз, это System.config.language. Вот, соответственно, наша утилита. И здесь мы можем выбрать язык нашей системы. Посмотрим на настройку даты времени. Здесь она несколько ограничена. Вызвать ее можно несколькими способами. Например, вот так вот. Пожалуйста. Но, заметьте, здесь нельзя указать время. Это уже делается при помощи команд. И также здесь нельзя указать NTP-серверы. Это тоже делается при помощи команд. Помимо System.config.date, можно использовать командочку date.config. Она вызывает, в принципе, то же самое. Но ее также можно использовать и в графическом режиме. Поговорим о настройках сети. Здесь все довольно просто. Она также несколько ограничена. System.config.network. Здесь можем только изменить настройки девайса. Вот они. Пожалуйста. Либо изменить конфигурацию нашего DNS. Так, секундочку. Вот наша конфигурация. CentOS 0.1 силиком. Домен поиска силиком. Ну и если у нас были бы DNS-сервера, можно было бы их и понастраивать. Первый, второй, третий. Так, тоже отмена. И выход. Ну и последняя утилита, на которую стоит обратить внимание. Это утилита для настройки графических параметров. К примеру, у вас не заводится изображение. Из-за того, что, скажем, неправильно сконфигурирован файл. XORG.config. Можно попробовать запустить утилиту, либо вручную исправить конфиг. Но так как мы знакомимся с начальной настройкой, поэтому сегодня мы будем рассматривать запуск утилиты. Итак, как я и говорил, System.config.display запустится в мини-окно XOF и в нем можно будет отредактировать настройки нашего монитора. Пожалуйста. Вот эти настройки. Когда мы внесли какие-то изменения, окей, заносится значение в XORG и нам возвращается. Так, ну что ж, для того, чтобы вернуться в режим, необходимо вызвать команду init5 и мы вернемся в графический режим, в тот, с которого мы начинали. Ну и придется нам заново ввести наши credentials. Кстати сказать, X-сервер при переходе в 3-й обратно в 5-й он перезапускается. Видим, тут у нас 14 пакетов обновлений доступно. Больше мы не будем на это пока что смотреть. Итак, что ж, вот мы рассмотрели довольно быстро утилиты для конфигурирования, для начала настройки. Можно настраивать их как при отсутствии графики. Например, если вы не установили рабочее окружение, то есть какую-нибудь систему, например, KDE или GNOME, то можно настраивать это и в текстовом режиме. Ну и несколько больше утилит вам доступны в графическом режиме. Также можно их использовать довольно удобно. Что ж, на этом все. Надеюсь, материал окажется для вас полезным. Спасибо за внимание. Больше материалов от Centos и не только от Centos вы можете найти меня на сайте. Все новости одной строкой и подписка на новости осуществляется через мой блог lebedefumblogspot.com Ну и по всем вопросам, пожеланиям присылайте мне письма на электронный адрес lebedefurysobakogmail.com На этом все. Спасибо за внимание и поздравляю всех с наступающим 9 мая.